Приветствую вас, друзья! Библейская истина гласит, что все мы много согрешаем. Но нормально ли, что я как все? Нормально ли, если я так же как все много согрешаю? Нормально ли, если я так же как все раскаиваю в своих согрешениях и так же как все снова согрешаю? Интересно, а делает ли что-то Бог, чтобы вырвать нас из этого порочного круга? Предпринимает ли он какие-то шаги, чтобы мы перестали быть как все? Или нам и так и нужно оставаться? Вот сегодня об этом и пойдет речь, мы поговорим об этом в проповеди. Все мы много согрешаем. Все мы много согрешаем. Так сказал Иаков, так написано в его послании. И, наверное, те, кто здесь присутствуют, наверное, мы тоже относимся к числу этих самых всех. Но нормально ли это? Можно ли успокоить себя, что я такой же как и все? Все много согрешают. Я, может, чуть меньше или чуть больше. Нормально ли это? Если прочитать дальше послание Иакова, можно увидеть, что он говорит, что с этим надо что-то делать. Да, мы согрешаем все много, но с этим надо что-то делать. Мы хорошо знаем, что Бог, Он против греха. Проще сказать, что Он грех не любит. Но ведь грех не существует сам по себе. Обязательно есть тот, в ком этот грех живет. Обязательно есть тот, в ком грех проявляет себя. Обязательно есть тот, где тот, в ком грех чувствует себя комфортно. Есть тот, кто культивирует, может быть, себе грех, развивает какие-то греховные наклонности. Обязательно есть грешник. Грех не может существовать сам по себе. Есть тот, который не послушен Богу, и он становится грешником. Богу неприятно непослушание. Но также мы знаем, что кроме того, что Бог не любит грех, мы знаем, что Бог очень любит человека. И эта любовь настолько сильна, что Он очень терпеливо работает с человеком. Учитывая желания человека, учитывая личностные качества, очень много снисходя, очень намного, говоря нашим таким вот житейским языком, намного закрывая глаза. Если говорить о терпении Бога, ну никто из нас, наверное, не приблизится хоть в малой толике к тому, насколько Бог может терпеть, снисходя к нам. Мы говорим, что Бог долго терпелив, и это действительно так. Но это все происходит потому, что вот тот, с кем Он работает, тот, кого Он любит, для Него дорог, Он любит человека. И Он продолжает благословлять, продолжает миловать, продолжает долго терпеть. Но вот интересная получается вещь. Тот, которого Бог любит, человек, и то, что Он не может приемлить, то, что Он не любит, грех, очень часто так соединены, как будто одно целое из себя представляют. Как будто бы вот что-то вот неразделимое, человек и грех. Для нас, с житейской точки зрения, такую задачу, наверное, было бы очень сложно решить. Мы порой сами в себе разобраться не можем и говорим, ну вот я такой, какой я есть. Я знаю, что я в чем-то неправ, но я ничего с собой поделать не могу. Бог решает и эту проблему. И очень интересно решает ее. С одной стороны, Бог не любит грех, но с другой стороны, Он любит человека. И Священное Писание говорит нам, что любовь, она все покрывает. И вот, будучи движим своей любовью к человеку, Господь отдает своего Сына, единственного Сына, чтобы спасти тех, кого Он любит, чтобы искупить грешников, чтобы грех уже не имел над ними власти. И когда Христос был на Голгофском кресте, и уже завершались Его мучения земные, Он воскликнул, совершилось. То есть вот то, ради чего Он пришел, вот та победа, которую Он должен был одержать, вот этот вот путь, который Он прошел, Он совершил его, совершилось. Произошло все то, ради чего вот это был, вот этот план задуман. Мы читаем, что этот Агнец, Сын Божий, был заклан еще как бы от создания мира. То есть, когда мы еще не предполагали, что для нас предусмотрено спасение и свобода от греха, у Бога это уже все было вот как бы предначертано. Он все это видел, Он может называть несуществующее, как существующее. И вот Христос, воскликнув на Голгофском кресте, совершилось. Он как бы заявил о том, что вот план спасения, который предусмотрел Бог, он исполнился. Он в полноте совершен. Победа над грехом одержана. Аллилуйя! Грешник свободен. Но вот я хотел бы, чтобы мы с другой стороны посмотрели на все это. После всех побед и свершений, которые совершил Бог, даже после покаяния грешника, когда мы как грешники уже живем с вмененной праведностью Иисуса Христа. Что такое вмененная праведность, друзья? То есть, я еще не таков, но меня уже называют, как будто бы я таков. Когда мы живем вот в таком интересном состоянии, когда Бог на нас начинает смотреть по-другому, принимать нас как своих. Вот мне интересно, вот этот спасенный грешник, прощенный, освобожденный, перестает ли он на самом деле грешить? Друзья, перестали ли вы грешить? Вы знаете, с одной стороны получается вот какая-то интересная картина. С одной стороны Бог и все его свершения ради того, чтобы спасти грешника, освободить грешника от греха. И причем, вы знаете, на небесах ангелы не сомневаются в победе Христа над грехом. Там поется победная песнь. Святые Божии, которые уже на небесах, не сомневаются в победе Христа над грехом. Победная песнь, она звучит над всей вселенной. Более того, не только на небесах, вот там, внизу, в преисподней, никто не сомневается в победе Христа над грехом. Даже дьявол не спорит с этой победой. Он не может ее оспорить. Интересная картина получается. Небеса не сомневаются, преисподняя оспорить не может. И я посерединке, в которой я все время спотыкаюсь, все время падаю, все время каюсь. И никак не могу встать на ноги. Я все время сетую на своей немощи. Не кажется вам, что где-то здесь сбой, что-то неправильное? Бог слаб. Он что-то не доделал? Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами подумали над тем, что же на самом деле делает Бог, когда мы, те, для которых уже все совершено в Сыне Его, в Господе нашем Иисусе Христе, когда мы все-таки не перестаем грешить. Да, мы каемся в своих грехах, но мы кардинально ничего не меняем. Что делает Бог в таком случае? И вообще можно ли с нами такими немощными что-то сделать? И оказывается, можно. И вот апостол Петр в своем послании, я хочу, чтобы мы открыли первое послание Петра, четвертую главу, и будем читать первый-второй стих. Первая Петра, четвертая глава, первый-второй стих. Апостол Петр делится своим пониманием этого вопроса. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Вооружитесь той же мыслью, как Христос пострадал за нас плотью, вы вооружитесь той же мыслью, потому что страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. О чем здесь говорит этот рыбак? Этот человек, который, ну, наверное, очень хорошо знал в своей жизни, что такое плоть, и какие она может вносить коррективы в духовную жизнь человека, чего только стоит его поход по воде ко Христу во время бури. Я не знаю, тут у нас, я знаю, есть братья, которые ловят рыбу и часто на лодке выходят, на каком-то судне выходят в море. Приходила ли вам когда-то в голову мысль братья, стать на воду? Я думаю, нет. А Петру такая мысль пришла в голову. И он говорит, Господи, если это ты, позволь мне идти. Тот говорит, это я, иди. И он идет, но когда он начал смотреть по сторонам, увидел реалии жизни, увидел волны, насколько все страшно, и вообще, что он на воде стоит, он испугался и стал тонуть. И вот Петр очень хорошо знал, какую корректировку в духовную жизнь человека может вносить плоть отречения Христа, от Христа, когда Петр отрекся. Совсем недавно он был уверен, что с ним такого не произойдет, что Христос – это наиважнейшая ценность для него. А когда вопрос стал ребром, его безопасность или Христос, его выбор уже был не так очевиден, как ранее, как ему до этого казалось. И вот Петр делится здесь, вот этот Петр делится здесь таким вот неожиданным выводом, своим пониманием этого вопроса, и говорит, что, оказывается, только страдая плотью, мы такие да, перестаем грешить. И заметьте, как он говорит, страдающий плотью перестает грешить. Он не говорит о победе над грехом, он не говорит о том, что нужно превозмочь что-то, а он говорит, что оказывается, есть возможность, есть путь, чтобы перестать, перестать что-то делать, перестать грешить. Вот что значит перестать? Вы знаете, Мы в своей жизни очень много бывает, есть разные вещи, которые мы перестаем делать. Кто-то перестает с кем-то общаться. Почему? Потому что нам неинтересен этот человек, у нас нет общих интересов. Кто-то перестает кушать какую-то пищу, потому что врачи сказали, что ему это нельзя. Мы можем переставать смотреть какие-то передачи, потому что они нам не нравятся. То есть, когда мы перестаем что-то делать, мы это делаем естественно. Это мой выбор, это мое решение. Я взвесил, осмыслил, оценил и понял, что вот это мне не нужно, вот тут мне не по пути. И я перестаю. И вот подобное слово, подобные мысли передает здесь апостол Петр, когда говорит, что перестает грешить. То есть, приходит к выводу, что человек сам приходит к выводу, что ему с грехом не по пути. И говорит, для чего это? Чтобы остальное во плоти время уже жить не по своим желаниям, он эти желания называет похотями, а жить по желаниям Бога, интересуясь желаниями Бога. И оказывается, что когда мы страдаем плотью, мы перестаем грешить. Оказывается, дело не в моей немощи, друзья, не в том, что я слаб, не в том, что я грешник такой вот родился и ничего с собой поделать не могу. А дело в том, чего я на самом деле хочу, что для меня важно и что для меня ценно. К примеру, мы за свою жизнь, наверное, не счесть сколько раз, чего мы хотели. Я уверен, кто-то из вас сейчас сидя в зале уже чего-то хочет. Вы уже знаете, что вы хотите съесть вечером, вы знаете, кому вы хотите позвонить, вы знаете, какую страничку интернета вы хотите заглянуть и посмотреть, какие там есть новости. Мы знаем, чего мы хотим. Желания, мы ими руководствуемся. Оказывается, что мои желания, это очень интересная штука. Я могу так много хотеть, но если я сегодня попаду вечером в больницу, как вы думаете, что я буду хотеть? Я буду хотеть выйти из нее. Я забуду все остальные желания. То есть оказывается, что в этом вопросе приоритеты очень быстро у нас могут поменяться, реалии могут поменяться. И апостол Петр здесь говорит очень интересно, говорит, что пострадав плотью, мы перестаем грешить. То есть принимаем решение не делать то, о чем раньше говорили, не могу оставить. Мои желания определяет то, что я на самом деле хочу, определяет то, что будет во мне, в моей жизни торжествовать и побеждать меня. И вот апостол Петр здесь не предлагает бороться с грехом. Вот мы как-то привыкли говорить о борьбе со грехом. И в принципе можно говорить, что Священное Писание дает нам такое право, там говорится об усилии и так далее. То есть говорит, что мы боремся со грехом. Можно так говорить, но Петр предлагает посмотреть еще и с такой стороны, что оказывается тут вопрос стоит о том, чего я хочу оставить. То есть что для меня важно, что для меня ценно, а от чего я готов отказаться. И дальше вот он говорит интересно, как мне показалось. Он говорит, чтобы вот когда этот процесс прошел, чтобы остальное во плоти время уже жить не по человеческим похотям, но по воле Божьей. То есть интересоваться желаниями Бога. Знаете, когда нам не интересны желания Бога, в нашу жизнь приходят скорби. Вот так говорит Петр. Эти скорби посылает сам Господь, чтобы провести нас через увлекательный процесс переосмысления того, что я хочу. Какие желания сегодня мной руководят, что для меня сегодня ценно и важно. Чтобы заново переоценить, может проверить, что мне мешает. Бог вот такой интересный путь предусмотрел. Он предлагает нам переосмыслить свои желания, свои хотения и по-настоящему как-то по-другому взглянуть на желание Бога обо мне. И вот если говорить о желании Бога, то есть о воле Бога о нас, Слово Божие говорит, что у воли Божьей есть какие-то очень интересные характеристики. Вы помните, какая воля Божья? Вот какова она? Она благая, она угодная и она совершенная. Вы слышите, друзья? Совершенная. Сегодня мир, по-моему, сошел с ума. Все ищут совершенства. Ищут совершенства в красоте, в карьере, в политическом строе. Все вот какие-то усовершенствования, совершенства в каких-то технологиях. То есть люди идут как бы вперед и ищут совершенства. Оказывается, давно уже показано, в чем совершенство для человека. В понимании воли Бога. В понимании желания Бога обо мне конкретно. Вот что Он ждет от меня? Вот еще интересная мысль, как мне кажется. Апостол Петр говорит здесь о времени. Он говорит об особом времени, которое он называет так «остальное во плоти время». Давайте прочтем еще раз этот стих. «Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Вот это слово, которое он здесь использует, чтобы описать характеристику этого времени «остальное», ни о чем вам не говорит? Что значит «остальное»? Когда я читаю этот текст и думаю о нем, то ловлю себя на двух мыслях. Первое, оно меня как бы радует. Вот это «остальное» говорит, что у Бога есть, оказывается, для нас второй шанс, что ли. Он предлагает нам еще возможность как бы воспользоваться тем, что осталось. Правильно воспользоваться. Но с другой стороны, вот это слово «остальное» говорит, что все, что было до этой черты, до той черты, когда вот это «остальное» началось, наступило, все то, что осталось до остального, это упущенное, это пропущенное, это что-то неверное, израсходованное. То есть, вот то предыдущее время, когда я руководствовался своими желаниями, не интересовался желаниями Бога, апостол Петр говорит, что это время упущенное. Бог предусмотрел, что есть еще остальное время. Вот то, что пройдя вот этот путь переосмысления своих желаний, через страдания пройдя, Бог, когда проводит нас через этот процесс, Он предлагает нам взглянуть на то, что упущенное это одно, но взглянуть на то, что осталось другими глазами. И Петр говорит, что вот это то, что осталось, нужно распорядиться им очень строго, очень мудро, очень правильно. Жить в это оставшееся время, в этот промежуток, не по собственным похотям, не потому, что я хочу, а потому, что хочет обо мне Бог. В заключение я хочу спросить. Как вы сами думаете, друзья? Вот для себя ответьте. А в какое время вы живете? Вы переступили через эту черту уже, когда мудро используете остаток? Остаток, друзья, вот подумайте, остаток, что осталось, что осталось у меня? Чем я могу сегодня говорить, что это мое, и чем я могу распорядиться? Что в остатке? И как оно будет использовано, этот остаток? Или может быть я еще живу в том, что потом повернувшись, в том времени, которое в определенный момент жизни, когда Бог проведет через какие-то переживания и скорби, я трезво взглянув, оценив, обернусь назад и скажу, это упущенное. Может быть, я сейчас на этой стадии? Я не знаю. Тут надо самому, каждому сделать для себя оценку, сделать правильную оценку, дать себе своему хождению пред Богом, своему предстоянию пред Богом, своим желанием или похотям, как называет их апостол Петр, так вот очень немягко, а довольно строго. Сегодня хорошее время для этого вечера Господня, когда мы, прикасаясь к этой святыне, мы не можем это делать так слегка, легкомысленно. Нужно давать оценку самому себе. Если кто-то еще задержался в этом прошлом, в том, что потом будем сожалеть, ну, я думаю, нам не нужно обижаться на Господа, когда Он помогает нам перейти в настоящее. Вот апостол Петр так и говорит, как Христос пострадал за нас плотью, и вы вооружитесь той же мыслью. Потому что страдающий плотью перестает грешить. Бог желает привести нас в это вот состояние, где вот та победа, в которой не сомневаются небеса, та победа, которую не оспаривает преисподняя и дьявол, чтобы вот та победа стала реальностью для нас, где действительно Христос — победитель греха, где я действительно праведник, оправданный Богом, где я действительно грешник, но грешник, который перестал грешить. Вот что интересно, вот о какой реальности предлагает задуматься апостол Петр. И Бог обязательно поможет нам мудро распорядиться, правильно распорядиться вот этим вот остатком. Но, к сожалению, мы бываем настолько упрямы, можем быть настолько упрямы, что вот упущенного может быть гораздо больше, чем того, что осталось. Я не знаю, какова ваша вера, и насколько далеко вы можете смотреть вперед и говорить о себе самом, вот сколько у меня осталось. Был такой пример в Священном Писании, где человек состоятельный, человек, который приобрел хороший урожай, и глядя вперед, глядя в будущее, глядя на настоящее, он говорит, ешь, пей, душа моя, живи, веселись, все есть у тебя. А Бог говорит, безумный, в эту ночь твою душу заберут у тебя, что у тебя останется? Что ты будешь делать? Вот что осталось у нас на сегодняшний день? Что в нашем остатке? И апостол Петр говорит, что вот этот остаток, вот то, что вот с того момента, когда ты понял, что ты что-то упустил, ты понял, что ты согласен перестать делать то, что делал неверное, вот этот остаток используй для того, чтобы познакомиться с желаниями Бога, познакомиться с волей Бога о тебе, и жить этот остаток уже не руководствуясь тем, что я хочу, или чего я могу, чего я не могу, а руководствуясь тем, что желает Бог. Это возможно. Петр, тот Петр, о котором мы говорили вначале, который хорошо знал, какие коррективы может привносить плоть в духовные стремления человека, он приходит к такому выводу и делится им в своем послании. Нужно перестать грешить. Мы не можем оценить, что в остатке, но мы можем оценить, что упустили. И я снова хочу повторить вопрос. В каком времени сегодня живешь ты? В том, которое позднее, пройдя через скорби, а Бог говорит, что так оно и будет, ты обязательно назовешь это время упущенным? Или уже для тебя эта черта переступлена? И ты живешь в том времени, которое называется остатком, оставшимся, и мудро распоряжаешься им, интересуешься волей Бога о себе и готов отказываться от своих желаний или похоти. Не сетуешь уже на свою немощь и не говоришь, я не могу, потому что Христос сказал, можешь, я для тебя сделал все необходимое. Я не мог зайти на Голгофу, но он зашел на Голгоф. Я бы, имея такую власть, какую имел Христос, прекратить эти мучения, давно бы позвал, если не миллион ангелов, если не легион, то хотя бы одного, чтобы защитил меня. А он, имея всю эту власть, терпел и не пользовался ей, чтобы я сегодня мог перестать грешить. Вы представьте себе, какой подвиг совершил Бог, какие деяния он совершил, чтобы сегодня грешник мог не только покаяться и попросить прощения за свое соделанное вчера или сегодня, но мог перестать грешить и начать интересоваться волей Божьей и жить по ней в то время, которое еще осталось. Аминь. Давайте помолимся Богу. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok